Чёрного короля, это не то, да? Всё верно. Вторая карта, Ньюби против Evil Geniuses. Ньюби в одном шаге от того, чтобы, во-первых, получить стриг 29-0, во-вторых, чтобы попасть в крокус и сыграть 12-го числа сетки венеров. И какой же у нас распик? Не знаю, только я нахожусь этим забавным, потому что уже идёт какой час аналитики, Ньюби в одном шаге, чтобы попасть в крокус. Вспоминается, знаете, очереди на Игромиру. У Ньюби, я думаю, очереди не будет. Но у Ньюби очень короткая очередь, уже всё. Один человек остался, пять, пять персон. И вот так вот перед ними закрываются. Двери говорят, приходите завтра, и вот Evil Geniuses уже 2-1 получается. Ну, собственно, тут, видишь, на самом деле в крокус-то все попадают, просто вопрос именно в очереди, кто как бы первый. Virtus.pro, например, могут в пятницу, например, прийти только. Ну, то есть в четверг закрыты для тебя, тут настолько длинная очередь, что ты всё стоишь, она никак не кончится. Ну ладно, Virtus.pro ещё могут в Винра попасть, что мы их хороним, завтра они будут играть. Леон и Феникс для Ньюби и Бестмастер и Лайфстиллер. Лайфстиллер в первой же стадии. Очень интересный, резкий Лайфстиллер. Герой под саблю он взят, явно чувствуется. Хочет ускорить фарм. Ну, нет, ну вот здесь, на самом деле... Ты не успел увидеть вообще, Фениксы пикнули или нет? Он просто так бы резко пикнул Лайфстиллер, он успел увидеть, что там Феникс пикнут? Такая что ему. Возможно. Его не напрягает, он саблю соберёт, будет яйцо. Но на самом деле, теоретически, пару ключевых моментов в этой игре, я уже вижу, как делает сабля, знаменитый последний удар по Фениксу, в принципе, может сработать. Ну а зачем взять Леон, честно говоря, непонятно. Вроде как, чтобы контрить Леона, но я даже не знаю. Леон, чтобы контрить Леона? Лайфстиллер, чтобы контрить Леона, имеется в виду кумишну. Ну вообще, это немножко странно, потому что как раз-таки в какой-то степени Леон может контрить Леон. Ну да, он просто превращает Леон в овечку. На этом заканчивается история, потому что особо нет армора. Нет возможности пожить обычно. Ну и, хотя не знаю, если будет какая-то инфест-бомба, то, в принципе, это может сработать. Знаете, меня какой момент забавляет, что почти в каждом матче мы видим ситуацию, где кто-то отдаёт дума и говорит, сейчас протестирую с саблей, как там пойдёт, проигрывает и в следующий банит. Просто в дума уже на этом турнире… Ну, наверное, невероятно. Винрейт, он только что посмотрел. Винрейт 3% из 11 игр. Это получается 8-9. Математика не такая моя, да? Мы больше по аналитике. Конечно. Ну то есть, на самом деле, это просто нереальное количество. И я даже не помню, где он проигрывал. Ну, кто-то залил с этим думом. Что без дума пока поиграем. А вот у Элдер Титана всё не так радужно пока. 33%. Кстати, а что там у Лайфстилера? Конечно, у нас ещё не так много игр сыграно, но какую-то стату можно собрать. Но у Лайфстилера ровненько идёт пока. 50 на 50? Там 40% из 5 игр. 2 из 5? Ну, такое. Не, ну 5 игр мало. Вот 11 игр и 73% это уже действительно о чём-то говорит. Ну что ж, вторая стадия пиков. Бэтрайдер в бане. В бане также ДК. Ох, боятся Муна ДК. Ох, боятся. Это Вивер. Да, любят его. Любят Вивера, пикают Вивера. Да, это если вспомнить, вообще прямая контра была. Поэтому Лайфстилер его не ловит, ничего с ним не делает. Причём желательно Виверу даже стоять против Лайфстилера. Он уже на стадии линии. При минимальных артефактах уже может его гонять. То есть условно какая-нибудь Аквила, он уже Лайфстилеру не даёт особо качаться. Я думаю, это всё-таки герой для Хао. Лайфстилера не отправят в оффлейн. Не будет вот этих крипов залезания и так далее. Я думаю, Лайфстилер будет керри с какой-то инфестбомбой. Может, там сквопоили с кем-то. Поэтому встречи на линию у нас не должно произойти. А подожди, Вивер же может в оффлейн не пойти? В Вивер оффлейн опасно. Как раз-таки там будет Леон стоять, и Леона будет постоянно убивать по приходу. Да-да, Ньюби так не играют. Ньюби на оффлейн не ставят всегда какого-то очень полезного персонажа. Вот в этой игре, например, это может быть даже и Воид. Хотя Воид они не особо жалуют. Может быть, какой-то Бристалбек. Да сам Феникс-то может стоять. Феникс может стоять. Всё, верно. Ну и задумались, призадумались ребята из Evil Geniuses, вот уже не чувствуют с той уверенности гения драфта PPD, как она была раньше. А зачем Бейн? На всякий случай. Не, но Бейн неплохо, Анфиблом действительно хорош. Он просто опять укрепляет свою линию. Тогда в прошлой игре ему этого Бейн как раз-таки не хватило. Может быть. Может быть и такая логика. Но яйцо ломать нечем, вот это неприятно. Ну, разве что лайфстилер с саблей, конечно. Есть возможность, что Бейстмастер сделает саблю тоже? Есть такая возможность. Как раз ему нужна мана та самая. И он не прочь ускорить свой фарм. Ни в коем случае не прочь. Только рад будет. Мне кажется, что Воидом начинает, веет от пика Ньюве. Жалуют, обычно они его как-то не берут. Поэтому вот тут сомнения. Может быть, не Воид, а какой-то другой друг. У них есть такая ситуация, вот когда и Дум в бане там, и всякие Нчи, и Бэтрайдеры, они берут что-то типа Бристлбеков в сложную. А, Тайтхантер, конечно. Как я забыл-то про Арбуза. Арбуз может оказаться тоже. Ребята, почему Брюмастер пропал? Я? Брюмастер пропал. Брюмастер — бесполезный персонаж. Пока ему не сделают, чтобы у него панды в ультимейте имели хотя бы частичный иммунитет к каким-то спилам. Я не знаю, как... Ну, там нужно выбирать конкретные спилы. Он просто никчемен. Потому что их можно застанить, застанить, высосать у них ману, прогнать на базу Савэдж Рорум Брюмастера, Тайм Делейшн, Воид. Ты просто немножко ставить скиллы под... Ну, что это за герой? Это неадекватно. Он был, кстати, уже. Что-то я за живое, видимо, задел. Задел за живое, потому что как-то раз я фикнул, а против меня и Воид, и Брюмастер. Медведь, медведь, медведь. Это, да, Лондруид. Спасибо, поиграли. Ваня, он был гу в одной игре. Коллы выиграли против Ликвид и проиграли за 17 минут. А, ну, ладно. Вопрос мой снимается. Да, кроме того, что на них работают маги, они еще убиваются примерно с трех ударов нынешних керри. Сабли, особенно. Да, особенно сабли. Это из Раптера. Интересно, кстати, что предпринимать будут Ньюби по поводу того, что у их оппонента есть алхимик, который, теоретически, может очень неплохо перефармить. Слардара сейчас возьмут. Ну, по логике вы все должны. Он же не в бане, нет. Он не в бане. Для Хао это вызов. Любой человек, который хочет его перефармить, это настоящий вызов для него. Ну, а Вивер и Слардар. Ярослав, не считаете ли вы, что это... Это мощно, это сочно. Ну, Вивер все-таки тоже не совсем такой мейн керри. Мне кажется, ему нужен еще друг один Геракова. Хотя нет, учитывая то, что есть инвокер, я думаю, хватит Слардара. Достаточно. Ну, недостаточно. Ну, что это, может оказаться Воид еще. И летать Хантер. Но мне почему-то нравится Слардар, потому что алхимика и так брони мало, у лайфстиляра тоже мало. Как бы еще подрезать лишний раз. И с Вивером вроде. Да, звучит неплохо, но играют ли... Я не помню, что мы никогда-то пикали в последнее время. Мне кажется, это... Да, они как-то все-таки игнорируют этого героя. Нет его ни в банах, ни в пик. Бэтрайдер Дум у них постоянно были. Вот Бэтрайдер Дум, но сейчас ни того, ни другого нет. Тайтхантер. Это их любимый, но... Нага Сирена. Что-то новенькое. Что-то свеженькое. Усаживаемся поудобнее. Это Уфлейн Нага Сирена? Это Уфлейн Нага Сирена. Да, с Фениксом, видимо. Это Нага Феникс, судя по сути. То есть, ладно, еще не время усаживаться поудобнее. Ну, конечно, нет. Хотя, в любом случае, Нага Сирена, первое появление Наги на турнире, это как минимум интересно. Я думаю, сейчас Виталию и Виктору очень интересно. Поэтому не буду долго задерживать и передам им слово. По-моему, Иван говорил это с долей какой-то иронии. Это был сарказм. Сарказм? Она вообще-то интересна. Короче, нам надо попросить завтра у людей с продакшна, чтобы нам напечатали табличку сарказм. Он такой, чтобы Ваня подымал. Он просто оварил, подымал и так далее. Ждите очень интересную игру Нага Сирена. Но, с другой стороны, это же не Юби. А вдруг они настолько крутые, что они даже Нага умеет создавать экшен. Во-первых, это Нага в офлэйне. В офлэйне Нага это не Кейбер. Она не пойдет фармить в легкую. Или пойдет в легкую. Не-не-не. Скорее всего, Вивер пойдет в легкую. Давайте смотреть игру. И так, возможно, последняя карта сегодняшнего игрового дня. А, возможно, предпоследняя. И, если честно, я надеюсь, что... И прервать рекордную серию команды Ньюби. А тебе не хочется продолжить следить за этим винстриком? Ну, 28 это уже блиц. Ну, до тридцаточки. Коллега наш англоязычный, который сидит, комментирует эту игру на английском языке. Буквально через столовку от нас он написал. Ньюби, 28 достаточно. Хватит. Дайте другим поиграть. Ну, блин, действительно, 28 это много. Это очень-очень много. И, как бы, да, из этих 28, там, например, 15 было на квалах. Поэтому это было по факту против Т2 команд. Хотя, с другой стороны, из Китая это на квалах... Если тебя отправляют в квалы, тебя считают такой же Т2 командой. Ну, в принципе, да, значит, и есть Т2 команда. Ну, как бы, и вот мы видим, что прошлись по всем квалам. Всех попереигрывали в ноль. И проиграли ни одной карты. То есть 8-0 групповой этап. Полуфинал 2-0. Финал 2-0. Городфинал 3-0. Здесь уже вчера в вайлдкарте 2-0-2-0. Сегодня 2-0-1-0. И прям жесть какая. Да я уверен, что очень трудно их переиграть. Ну, вот просто ты видишь, что пикают. Я уже это говорил. То, что ты вроде как смотришь... Как ты видишь? Они нагу пикают и вивера. Да, они нагу пикнули. Так у них полгероев, мне кажется, все. Вот просто все. Да ну не может быть такого. Они скоро троллем начнут лисеть. Это же тот же, тот же Му и Хао, которые играли просто, как я не знаю кто, последних полгода. Которые были ужасные. Которых, если вы забыли, перуанцы избивали во Франкфурте. Возможно. Это те же Му и Хао. Они никуда не делись. Всего 4 месяца назад товарищ с никнеймом Атун... Подхоп. Ауи. Ауи. Уйдет, уйдет. Ну не, уйдет, а под вышку уходит. 4, не, вру не 4 месяца. 5 месяца назад товарищ Атун брал Алхимика из Перу. Приезжал, брал Алхимика из Перу. Собирал на нем рамлет и шел, разваливал вот этим пацанам кабины. Ну, патч немного сменился. Ну да, да. Самую малость. А мы все прекрасно понимаем, что некоторым командам удобно играть в патчи, некоторым нет. Многие до сих пор не могут акклиматизироваться в новых патчах. Ну да, некоторые в доте до сих пор не могут акклиматизироваться. Ну а что ты постоянно про меня? Давай про тебя поговорим. Я вообще-то не про тебя говорил. А, ладно. Я про... А лоши тут при чем? Я абсолютно не про лоши говорил. Шутки не даешь пошутить, ладно. Представлю тогда команды. Начиная с Evil Genius из Пипеди, капитан команды играет на Дизрапторе. На Алхимике в миде будет стоять Сумаил. В сложной на Бестмастере сыграет Балба. На Лайвстиле Ребегкой будет играть AOI 2000. И, собственно, четвертой позиции Бэйн. Это пир. Да, ну и команда Ньюби. Непобедимые на данный момент. Легендарные. Кака Феникс Саппорт. Му будет играть на мид инвокере. Хао Вивер, я так понимаю, в оффлейне так и есть. Чуань Саппорт Леон и КПАй на Нага Сирене. Вызилайнем. Да, в легком все-таки оказывается Нага. У нас Фени играет на ней. Ну или КПАй. Давайте называть его КПАй, так КПАй. Это как КПИ, так КНИППИТ. Политехнический институт. Нормальный. Хороший никнейм. Так можно Краснодарский политический институт. Ну да, да, да. Все города на КПА. Просто я-то учился в КПИ. Все в Киеве учились в КПИ. Я еще не встречал ни одного человека, который сказал, не, я в другом институте. Да, я согласен. У нас просто вообще один институт. И все остальные это выдумка. И ПИД. И ПИД. Аккуратнее надо быть, на самом деле. Феникс там очень сильно быкует. Пока транквил нет. И он уже почти генерейшн запас съел. Но самое главное, что за счет своей вот этой активности на линии, Чуани, КК, они не дают Ауи особо фармить, особо далеко идти. Хотя Ауи своих там четырех репоут сейчас будет пятого. Там в мидле. В мидле. Станчик заряжается. Пошел с липсу. Маил. Пошел стан по Му. Неужто добьет? А тут еще и брейнсап. И действительно, это ферст бат на Му. ЕГЭ делают первый шаг. И отлично. И отлично. Хороший выход. Вовремя все сделал Фир. Опять-таки, это тот самый Бейн, которого мы привыкли видеть в пиках разных команд, когда он просто постоянно напрягает мид. И не дает в миде спокойно жить. Но и вот если он убивает Му, при том, что Сумаил будет качать Гривлс Грид, то у нас может быть похожая ситуация на вторую карту матча Ликвид ОУДЖИ. Где просто вот этот вот Алхимик имел на 12-й минуте Рэдианс вместе с Армлетом. И привет. Ну да, должны где-то сейчас ответочку делать не убей, потому что нельзя оставлять это так. Должен ли бы Вивер оверфармить. Ну, кстати, Вивер себя неплохо чувствует. Но 9 на 4 против 6 на 0. То есть на Лыне все великолепно. Но у нас другое дело. У нас Балба на оффлейне 10 на 5. Нага имеет 7 на 2. Она проигрывает Лейн пока по ластхитам. Да, и в итоге у нас получается 2 линии. Сложная, конечно, стоит Хао, хотя это для него легкая, потому что как бы 2 саппорта и Ауи здесь не совсем весело. Но все равно 8 на 0 у него хрипстат имеется. И это хорошо. Так что пока старт, в принципе, идет по плану команды ЕГЭ. Надолго ли их хватит? Вот в чем вопрос. Да, но то, что на ботами вдвоем справляются. Попали, Феникс, пошел Хекс. Единный-то так, ну и нет, не хватает дэмэджа, чтобы забрать Ауи. Он сейчас просто отпивается флаской и станет флоум. Ну, по нам порегали так серьезно, почему бы и нет. Пролетели опять-таки у тебя первого левела Феникс, второй левела Леон и чуть не убили Лайфстилера. Что ушел Ауи, что не стал там рейджи жмакать и так далее, нервничать, идти куда-то в контратаку. Просто отбежал, отрегенился и прекрасно понимает, что сейчас его не пробить надо время. Ну, а тяжеловато им будет. Правда, харассить его сейчас стоит, потому что Регина у него нет. Каждая потерянная ХП будет с трудом восполняться. Феер выходит, хотел повесить слип на Му, но удержит дистанцию. Вот он слип, можно заряжать стандом, если спрейсить, да вот ТП, да. Ну, оно одно отменяется, опять-таки, если бы не прилетел, скорее всего, пошли бы, пошли бы до конца убивать Му, но на этот раз мы видим, моментально среагировали саппорт, и это правильно. Но это не отменяет того факта, что Сумаил продолжает фармить. Да, и при этом он топ-1 крип стат на карте имеет. Это жесткий инвокер, всего 8 крипов пока добил Сумаил. Просто на высоте. Да, отстает, понятное дело, Нага. У него 19-4, отстает Вивер, у него 16-6. Вот эти два товарища, которые должны фармить, но я по-прежнему не особо там понимаю, как это должно работать. Нага, Вивер против Лайфстилера. Именно просто с руки их избивать, не с инвокера, под яйцо. Нага – это тоже хорошая штука. Так, рейдж, Ауи. Пошел Климс, Вивер будет ли догонять. Ну, вообще были же кучи, но он не пошел почему-то за Ауи. Решил, наверное, то, что 300 кп – это много, и не факт, что… Кака! Пытался улететь, сбивает. Ну, полет – это… Стоило как-то подождать. Хотя там, наверное, вариантов не было. Да, его в любом случае ловили, то есть прекрасно понимал также Сумаил, что он отпустит баночку, как только будет улетать оттуда кака, поймает его где-то в полете. Ну, так оно и, в принципе, произошло. 2-0! 2-0 ЕГЭ, и вот самое интересное – это то, что Сумаил перестал качать Гривлс Грив. Ну, посмотрим, как это в итоге повлияет на его фарм. Может, чувствует, что хорошо на… Может быть. Будет пытаться чьи-то… Что стоит понападать. Да, вот именно понападать. Можно даже какую-то сейчас медаль мы увидим, которую очень давно не видели. Иллюзии пытаются гонять кабанов. Не особо получается. И вот бульба. Ага, минус. Все-таки минус лайфстиллер. Нагнал его здесь Хао. Загулял немножечко Хао. И вот здесь вот в лесу битый, видимо. И, собственно, поймали его Хао вместе с Дезераптором. Не, не с Дезераптором, а с Леоном через Хекс, я вижу. Хекс, понятное дело, подкоп. И вот он первый фраг от команды Ньюи. Ньюби делает его опять Кихао. Тот, кому это больше всех надо. Кстати, Слип появляется у Наги. Если что, через него можно синициировать. Выход. Будет ли мешок на голову Моу. Пошел круг почета. Фиру очень больно. Еще и вышка по нему стреляет. Пошел Санрей. Брейнсап. Но Фир здесь, скорее всего, уедет. Неужто заслипался, но дожигает его. Феникс в итоге живет еще Сумаил. Взрывает Хакап. Пытаются сгрызть здесь Му. Еще буквально тычки не хватает. Дотыкал здесь Ауи. Но и Алхимик тоже погибает, потому что Хао уже прилетел. Слишком рано, слишком поздно, точнее, сюда прилетел Чуань. Если бы чуть раньше прилетел Чуань, в момент, когда Найкс где-то вот здесь отискал Муи. Хексанул, либо подкопал его. Скорее всего, потеряли бы еще одного героя команды ЕГН. Но в итоге размен 2-2 в плюс для Ньюби. На самом деле, скорее всего, надо было прилетать Наге банальной кастовать слип. И под этот слип можно было разобраться с кем угодно. Ну, Нага фармит себе свою легкую. И все у нее. Одинаково они идут пока с Бульбой. Смотри, Ньюби будет пытаться выходить. Решили все-таки. Хватит там стоять в сложной линии. Раз ЕГЭ играет агрессивно, ну давай отвечать и соответствовать, скажем так. Да, они еще и стаки забирают. Смотри, большое количество стаков у нее. Да, и Хао сейчас соберет. А он соберет. Хао сейчас будет делать подфармный час, что и уровень просто получает. Да, и Каа тоже рядом. Пришел по ворвать экспы, немножко подрегенить Хао. 2-3. А нет, без сторон пил пока. Приходит Собуэльба. Иии, будет ли Бульбой орать в Хао? Да, на Раунд Хао. Хао есть у него ультимейт. И успеет ли Хао станет? Нет, Хао спирал с него. Скорее всего, здесь ППД. Глипси в другую сторону бежать. Нет. В дорогую не уйдет. Это минус 2. Это минус 2. Погибает Вивер. Погибает Феникс. Но очень дорого стоили стаки. Но, возможно, надо было сразу уходить после стаков. Хотя, судя по деньгам, так толком не особо много было. Еще и Наги времени выиграли уйму. Ну да, так что, черт его знает. Может, это и не себе огромный плюс. Хотя, как ни крути, есть все-таки убийство Вивера. И кое-какое время он будет сидеть в таверне. Это уже круто. Сколько бы то ни было этого времени, но то, что его отправили в таверн, это хорошо. Да, пытается здесь Нага спушить. Т1 на топе. Полтавра даже больше отъехало уже. Ну и Муму. Перчатку купил. Дамидоса еще порядочно. На девятой минуте его тут точно не будет. Это Армлет появляется у Алхимика. Восьмая минута неплохо. Тяжеловато будет с ним здесь справиться. Ну как восьмая минута неплохо? Так себе, скажем. Ну так себе, потому что он на Исид Спрей третий взялась. Ну да. Была Гривилс Грид промакшена. Я уверен, что он намного раньше получил. Забирает стаки. Не так много денег, конечно, капает, но все равно неплохо. Ну а там на топе вышечка. Спокойно Ньюби Тауэр. Ну и нету дефенс от ЕГЭ. Понятно, почему нет. Минус ручка от Виера. Кстати, в миде тоже могут понапрягать сейчас Ньюбитала. Лайтстоун. Фигня на минус армор. Фигня на минус армор, да. Для чего? Для того, чтобы была фигня на минус армор. Шутим, конечно. Будет с него делать Дезолятор. Ну, на самом деле, не факт, что будет прям рашить, потому что он и так неплохо работает. Под ручками. Не, может быть. Хотя Квилл АПТ есть, что дальше? Можно ли НКУ собрать, чтобы на тебя не кричали. НКУ либо барабаны. Ну, да, да. Что инициация с РОРа, это практически основное, что тут есть. Либо глимс. Защититься от этого было бы неплохо. Ну что, тем временем Ауи. Так, Чуань. Ну, кто-то ввалился. НКУ. Хочет перезайти в игру. У Ауи появился армлет. С армлетом сейчас будет, конечно, посильнее лайфстилер бить, но что пока мы видели, как он царапал там инвокера, получалось это не особо мощный. Кроме армлета пока больше ничего нет. Слушай, это что, не будет? Блэк Дрэгон Айрлайнс. Нет, наверное, не будет. Лайфстилер. Ну да, он здесь. Он нормальный. В качестве керри и сидеть в драконах керри не положено. Некомельфо. Инвокер, извините, Алхимик уехал не особо далеко от Вивера. Видим 4.700 у Нью-Недворца, 3.900 у Вивера и 3.700 у Наги. Это небольшая разница. Это не та разница, которая должна быть на 10-й минуте. Ну и мы видим, что продолжается этот хайп, хайп, хайп. Ньюби дерутся за очередной суперстрик в 29.0. Смогут ли они ЕГЭ дерутся за свою жизнь в сетке Винеров за выход в полуфинал Винеров, где, напомним, уже есть один полуфиналист, это Ликвид. Победитель этой пары точно не сыграет с Ликвидами. Он будет в другом полуфинале. Он сыграет со вторым местом группы А. То есть, либо с OG, либо с Альянс, либо с Комплексити. Противники такие. Не слабые, я сказал. Да тут все такие противники. Седьмое появление Наги. Мы видим в этом патче и 5 побед. При этом 2 из них как раз. Играли Ньюби этим героям. Да и многим играли. Мы прекрасно понимаем. Да, Ньюби всеми, по-моему, играют, если я не ошибаюсь. Так, у нас я слышу инфес-бомбу, только в кого? Где, 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 а он просто залез, вылез с крипов. Да, 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 он просто продамажил. Я тоже думал, что он может сейчас будет залезать в какого-то установного алхимика. В алхимика Армлет пока, и блинка нету. Ну, кстати, ты посмотри, как быстро он проэкспился. У него уже третий Грилл из Грит. Да. Все вроде как неплохо. Сейчас денег будет больше, причем явно-явно больше. Да, кстати, начинает, как мы и говорили, Хаос собирать Линку, не стал добирать Дезолятор. Правильное решение, как по мне. Ой-ой, Бульба, 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 вошли жучки, куча минус Армора, крикнул, да, но Санрейта работает, Вижена куча. А Статик Шторма у ППД еще нет, чтобы хоть как-то законтрить Хаос. Слушай, а тут у ППД тоже могут быть неприятности, пока они дойдут до яйца. Сумаил, уходи, Сумаил, уходи, Сумаил, боже, какие проблемы Сумаила, Сумаил. Ну, что ж ты сделал? Два шага вперед, один назад. Ну, как так? Там было видно, что он не дойдет до этого яйца, ты его не убьешь, ни в ульте, никак. Эй-эй-эй, эй-эй-эй, Карамба. Да, я в итоге начинаю харасить вышку, минус два Армора, конечно, на ней смотрится очень тускло, потому что там 22, Сумаил. Ну, все равно полтавра упала, полтавра упала, Хао уходит, Клария ТСБ себе не дал. Мидос появляется у инвокера, первые некрочи только готовы. Ты посмотри, вот, кака, с транквилами, просто сбривает грипов с анреем и пушить дальше. Надо идти дефать, надо идти дефать, потому что отдавать Т2 сейчас это совсем не самый лучший вариант для команды Вилджи. Я не думаю, что будет Хао прям очень-очень нагло лезть и добивать эту вышку, но потом себя оставит, да, действительно, он хочет сделать линку. Увидели дизраптора и убежали. Четвертого левла Сан Рей у КК, сам седьмого левла, и перчатка у него, по-моему, была в стэше, так что, да, есть перчатка, так что начинает он делать себе. Хэнд оф Мидос, конечно же, для того, чтобы быстрее получить экспул. Мидя, Му, не видно его, просветки нету. Всех спалил, и зеленый флажок Хао получает на пуш. Просто начинает дальше бить вышку. Надо нажимать фортификейшн, что и происходит. Вилджиниус пытаются хоть как-то задефить свой Тавар. Хао сейчас может попустить жучков, может и без жучков здесь потанковать и сбрить Тавар. Хао бесстрашен, потому что он понимает, что тут Вижн есть только у мидии. А, и рейнжовый крип. Просто рейнжовый крип забирает Тавар. Это дефолт. Сейчас в миде еще и лишний крип заберет. Глифа нету, и отдают вышку. Бульвер, ну ладно. Тут крип не справился. Как дела у Наги? Нага 2700 на руках. До рейнжа не так далеко. Ну-то два они уже потеряли. Да, опять-таки отрыв от инвокера. Боже, почему мне хочется называть его инвокером? От алхимика очень маленький. Нага и Вивер идут очень-очень близко, прям впритык к нему. Зачем рецепт упадет на рейнж сначала Нага? Почему Сакрад не надо фармить? Мне кажется, с Сакрадом намного быстрее фарм идет. У тебя иллюзии, бьют крипов намного больнее. Скоро будет мана на яйцо. Я не понимаю, почему так происходит. Я не понимаю, почему многие так делают. Ну, если есть там опасность, когда тебя могут убить, и у тебя там, не знаю, 1400, да, тогда стоит его купить. Но я не вижу никакой другой причины. Тоже не вижу. Почему можно покупать этот рецепт. Ну, да ладно. Надо улетать, улетает. И все, да. Не получается, конечно, у Найкса сделать соло фраг. И вышка на ботом сейчас упадет, на самом деле. ЕГЭ даже не дефует свои ТВРА. Это все в такой плюс для Наги, и это все в такой минус для Алхимика, потому что скоро выйдет Алхимик с Армлетом и скажет, у меня Радианс, а тут внезапно хлопает, и у Наги тоже Радианс. И все. А Нага быстрее фармит с Радиансом. Намного. И Ньюби 29-0. Блин, я за ЕГЭ, я хочу, чтобы ЕГЭ выиграли. Хочу третью карту. Ну, третью карту я тоже хочу, но выиграть Дорн сильнейший. Ну, ЕГЭ сильнейшая. Ну, хорошо, тогда третья карта обязана. Все, товарищ админ, давайте заканчиваем. Нам нужна третья карта. Размотаться из американского флага сейчас. Размотаться. Я просто сейчас, подожди, я еще чуть-чуть обмазываюсь. Хорошо, обмазываюсь еще немного. У тебя даже зубная паста по-любому Триколор Америки дает. Блитблу написано вот это, да? Ах. Бульба. Что, снизу на Бульбу будут? Нет, не будут нападать. Вот так осторожнее играет сейчас команда. То Хао играет неосторожно. Возможно, даже сейчас Рор получит. Нет, не получит. Так они его и не убьют, мне кажется. А вот ППД убьют. Санрей, подкоп, санстрайк. Тактика бесконтактного боя работает сейчас. Чувань потратил абсолютно все. Если его цепанут, он убьет. Айсволл. Такой себе. Айсволл. Ну, и пешком уходит вся команда. Чувань без маны и не хочет драться с соперником. Аркан Бутцов тут нет ни у кого. Ну, у Наги вроде как есть. У Наги далеко. У Наги на топе, да. Нага 2700. Рецепт в кармане. То есть, в принципе, осталось 1000 голды. 1000 голды. У нее даже раньше, чем Алхимика появится. Понятно, Алхимика только 3400, и никаким рецептом не пахнет. Ай-яй-яй. Ну, и продолжается пуш. Ты посмотри, что делает Хау. Он нон-стоп напрягает вражескую команду. Вообще без перерыва. Он на топе. Нет, готов рейдинс. Уже был рецепт, значит. А, да-да-да, был. Сорян. Сумаилу уже готов. Сорян. Сумаил точно такой же, как КФН или КПА. Он тоже начал с рецепта. Да, ну ему фармит крипчиков. Первым айтемом собирает. Огним Даггер появляется у Лайфсилера. Ого! Обычно покупает другой герой, в которого может Лайфсилер сесть. Но не самое. Ты же типа должен как-то бить. Ой-ой-ой, Хекс с дабл дэмэджем Хау. Проблема Ауи огромная. С блинка может он отпрыгнуть сейчас. Должен с блинка отпрыгнуть. Ауи, давай, блинком убей всех. Ауи, смотри, одного блинком убил. Второго почти убил блинком. Я сарказм, нужна табличка. Табличка где? Я не понимаю этого сарказма. Таблички нету. Так, следим. Пытаются засейвить. Сейвили и будут ли кого-то бить? Ну есть ТП вообще. Ну, я думаю... А, вот ППД получает колл снэп. Феникс залетел. И ставит яйцо. ППД здесь 100% отъезжает. Ну и готов рейтенс. А, тут еще Бульба умер. Его Хау нашел и добил. Опять минус 3. Да! В размен только на Леона, Которого едва от Водогрыз. Ой-ой-ой. Линка у кого? У Вивера? Да, у Вивера. Линка. Рецепт уже летит. Сейчас купит силу. Наггер Радиенс. Здесь Лидас. Слушай, они вот... Ощущение, что они просто на голову выше. Они вот игру как-то по-другому видят. А ведь где можно подраться, где нет. Прилетают, сейвят, отдают. И все это играют. Да, у них все получается. Как-то это странно. Кто-то им подсказывает. Да, вот реально. Просто кто-то им подсказывает. Мидас у КК. Линка, Аэгис у Хао. Ну вот сейчас он будет добираться до Дезолятора, с которым его уже будут остановить очень хорошо. Блинг у Чуанина подходит. Ну тут тоже блинг. Лайк стиле, наверное. Тоже блинг. Да, и фигня на минус армор тоже есть. Да. Фигня на минус армор это самая жесткая штука в Доте. Ну да. Режиссеры что-то захлябываются от смеха. Я не знаю вообще. Наверное, смешное слово очень. Фигня на минус армор? Фигня на минус армор. Да, да. У всех артефактов есть название? Это фигня на минус армор. Просто Кираса фигня на плюс армор. Не, ну. Кираса фигня на плюс армор это медалька. Да, да, да. Потому что медальонов Кураж выговаривать весьма трудно. Выхиливают Хао. Мог бы стоять дальше танковать Т2. Мог бы. Только зачем ему это? Ему нормально формиться. У Хао все замечательно. Вторые жуки, четвертый джимный татак. Жучки скоро проапаются. Как же много минус армора там будет в файте, если жуков быстро не сбить. И иллюзии Наги начинают колесить леса. А здесь нет Леона против, который мог бы быстро останавливать эти иллюзии. И действительно бежит иллюзия и, как происходило, начинает бороздить. Вселенной. Вселенной. Наши космические корабли. Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной. Ой, сейчас смоук спалит Хао. Чувствую нет. Там садряк. Ой-ой-ой, Хао. Поймали его. Хао сбивает тут джимный татак. Хао пытается убежать и убегает он отсюда. А стоит ли убегать? Можно просто грызть ППД. Там висит Жук. Жук висит. Кака должен погибнуть. Погибает Кака. В Сумаила выгрызаются. Сумаил все еще не сбрился от Жука. А понимает, что это очень надо. Буквально еще пару тычек от форки ДФМУ. Габлык Хао разгоняется. Сумаил выигрывает игру в армлет. И ты знаешь, этот размен в принципе неплохой. Сумаил закончился ультимейт. Аккуратнее надо быть. Все разбежались. Все разбежались. Мук, кстати, если что, фуловый. Ну, разменяли двух саппортов. На самом деле там инвокер накосячил. Очень сильно накосячил инвокер. Потому что в тот момент, когда мимо него бежал алхимик, форкидты в это время били Найкса. Если бы они сделали две тычки по алхимику с минус армором, они бы его, скорее всего, не били. Вот там было, я на него как раз кликнул нашим зрителям, у него было 5 минус 12. Если бы форкидты дали по два удара, там было бы просто-напросто 5 минус 20. И понятное дело, что алхимик бы просто загибался сам по себе. Куда пришел Ауи? Что он делает? А, ну здесь Бейн еще. Ну, он Финскрип кинуть не может, что у Хао Линка. Ну, кстати, кидал на него что-то, что он кидал. О, а Мус не стал разбирать. Там ему сбил... В одном Ауе. В антену ее кидал, да? По-моему, в дизаптер сбил. А, ты между сейчас или в драке? Да, сейчас. В драке, в драке, в тандер страйк, в дизаптер сбил, а так да. Так, по толбунцами. 20 минут игры за нами. 6,5 тысяч ведет команда Ньюби. 4 экспириенсы они тоже ведут. Ну, хоть что-то ведут ЕГЭ? ЕГЭ ведут в количестве смертей. И в левелах. И на порт самый большой. Количество смертей это хорошее достижение, я считаю. Да, Ньюби на втором месте идут по количеству смертей. Ну, а Лоша на первом. Ну, а Лоша... Даже здесь ЕГЭ не могут Лошу перегнать. Это не так легко, как кажется. Вообще нелегко, я думаю. Да, ну и что? Хао, Митрилхаммер. Атака, атака, атака. Атака, атака. Несли яйцо. Кака поймали и Кака убьют. Кака должны убить. Должны же убить, да убили его. Хао поймали в Финцгриб. А есть есть Хао. А есть Ауегис. Обманул. А второй раз. А второй раз. Тут уже Чуань копнул. Хао пытается убежать. Ауи за Чуанем. Это минус Чуань. Ну да, Хао уйдет ему, но это минус 3. Ой, извините, минус 2. Минус 2. рецепции наши они любят начинается рецептов понятное дело что убивали ему надо было затарить чтобы не потерять деньги не спорить какая разница потерял не важно это все слишком слишком мелочно это как юзать аркантапки выкладывая еул да уже один когда-то ну знаешь вот на таких мелочах каткой выигрывается или проигрывать или проигрывается мелочи решают нет нет решают руки вместо куда они вырастут они обычно у всех из одного места растут но у некоторых оттуда откуда ноги растут в этом суть многих проблем вообще да тут прав многие проблемы из-за этого бульба 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 пошли жучки пару тык и бежать так носовые прыжок не туда если а есть чем сбить нечем ну как подкоп давался последние секунды надежде что рейдж закончится раньше но рейдж не закончился раньше блин к бульба и блин одновременно учувания появляется не как бы сейчас будет веселье сейчас будут врывы сейчас можно будет сдалека врываться правда пятки не в халп что понимаем что без мастер для того чтобы ворваться что было сбито линка вот так и теперь минус хао а вот это круто а вот это круто во первых очень нагло со стороны хао прям я вообще ничего не боюсь и тут же наказание как а кстати усмейл трейдинс усмейл уже начинает появляться аганим первый сума и пошел стан летает фене големы начинает наваливать подзатыльники да какая здесь понятное дело не поймать и все поразбегались спокойно стоит фармит нога увидела и увидела иллюзия алхимика отбегает с иллюзиями алхимика будет расправляться ли он скором времени уже 3 моно дрейн скоро будет 4 там без проблем файти можно уничтожить их но инвокер с аганимом 1600 сверху до надолго отправили в таверную вивера еще и дизолятором не доформил так получилось висит ястреб который показывает рож пит до туда пока никто не сунется рановато пока не чувствует уверенности в себе знаешь мы наблюдаем за хао за его беготнёй но мы тупо не видим в игре наги вот ее просто пока нет пока нет абсолютно нету при том что алхимик ее уже перефармливать порядок да ну неважно то что алхимик перефармливать он сейчас отдаст а гоним кому-то и все а нага будет развиваться разгоняться разгоняться это не убавляет нетворсы ну такое ему-то угодно под коп сумаил яйцо не самое конечно удобное то что а у из залез куда-то вот он форги до залез порги то надо убить то что ауи убьет еще чуаня вот форги до расстрел форги от вылазит ауи из блинка отсюда убегает торнадо мимо но в рейдж термани с ним жук висел поэтому вижен был вот убили просто алхимика да понятно дело что все пришлось с него всунуть прям именно в него но все страшно до того стоит конечно особо-то ничего не потратили как бы до пари там конечно но зато сейчас ли он за счет этого килла в скором времени получит 11 это будет второй уже палец чуть больше дэмиджа там повеселее меньше кд намного причем меньше так опять побежал по вардам увидели его и это минус хау ну куда он бегает ничего не понял что надеется то что он вивер и он неубиваемый там и кака погибает в это время углем санули и убили просто линка и линка типа я вообще бесстрашный там третий не край куча вещей ну поверх линки да он собирает дезолятор кстати дэмс собирает чтобы алхимика как-то убивать ну ладно нагло это время все равно не трогают ногу уже сманта стайлом продолжает усиленный ускоренно фармить 2000 не за зарабатывает зовут эти два фрага я спал тысячи поига проигрывает а уже не фигню они прыгали 4 4 проигрыш с половиной сейчас проигрывать 4 и по экспе все тысячу xp и ил джиннис из проигрывать они могут сейчас зацепиться за эту игру конечно могут них есть алхимик бешеный который сейчас начнет химик для меня так себе показатель ну знаешь а гоним у дизраптора и все совсем плохо потому что статик шторм который не позволяет этим black dragon airlines black dragon airlines на нас не действует магия или на нашем борту не работает так правильнее дракончик дракончика на их борту то магия работает потому что ты с радианцем садишься он работает значит все работает маги на вообще да да а вот на наши самолеты да на наши самолеты магия не работает хастай чуань побежал вниз сейчас опасно здесь для эгэ надо уходить им отсюда увидели иллюзию быстренько ее пебеди убил но не туда поворачивает чуань тут вон дракон на поворачивать всех спалил извините дракона не увидел на миникарте пошла сеточка на него хотели хао рядом сбили линку хао сбегает ruar на феникса ставится слип чтобы феникс как-то выжил но не все равно мана не хватает по крайней мере улетит он это самое главное чуань успел двоих копнуть возможно даже выживет здесь чуань пытается убегать хекс нет ауи добьет его следующий удар то минус чуани все в рассыпную юбе уже там когда бьет на экс чуани ощущение что кувалдой потому что у чуани с двух тычек с двух тычек он умирает бедный чуань да есть изолятор у мира ну и егэ пилят рошанчика пока они уже отыгрались они уже почти почти даже поэкспе нет ну почти больше пересчатка идут после рошана даутами убивает рошана и они впереди даже по экспириенс по деньгам проигрывать две тысячи ну вот гроши гроши на данный момент это конечно конечно но учитывая глобальную предстоящую разборку да между магой алхимиком это интересно правда есть еще ну ну что есть есть вивер есть феникс который тоже удачно мультимейтом ну там есть сумаил и лайфстиллер это два ранджевика которые живут пока один в ульте второй в рейдже а тут у нас есть на году ты двокер и тут вивер герои которые просто напросто втроем физически сильнее никак вот я не вижу вариант при котором лайфстиллер и алхимик переиграют вот этих трех тяжеловато ну да не кратри до без мастер то есть это хорошо но суппорта еще предстоит бэйн может гриппом цепить практически в любой момент любой стадии много вещей может мешок на голову там же биверу надеть даже все сбиты линки приятно когда не на твоей голове с не могу с вами не согласиться конечно странно было бы ты поскольку неплохо бы заиметь мешок на своей голове что ну ну бегает даггер имеется мидас есть его хочет собрать хао начинает подпушивать ботом помогает здесь на генаги рептайт не дала ну и придется идти дефать придется идти дефать 2000 у хао кстати лайфстиллер уже обзавелся гиперстоуном это скорее всего керасом хочет с одной тычки убить чуаня почему бы и нет что чуань его не надо убивать так плохо то ладно чуань скоро гостя купит просто какой-то кстати хорош просто сначала будет просто чтобы чтобы помогать также тиммейтов которых вот кстати появился у феникса на к этим временем почти готова готова катарин 30 минута ну и пошли вот эти три вла сплит пуши кстати есть что-то решили перезайти егэ они он на тарин купил я просто думал вдруг кому-то агоним уже в тарел залагала дотка но и кому агоним не вряд ли да любому здесь да мы не чуаня на лионе винстрик при средней длительности 35 минут станет врагов на 40 секунд за игру хексов врагов на 30 секунд за игру неплохо то есть дожди 40 минут рога 30 секунд 40 минут это что 2000 дожди 40 2400 секунду все правильно 24 секунды а он на 40 секунд станет да да это не так ну это полтора процента время полтора процента времени я на афкану дальше ухожу ну что мы у тысячи голды имеет после того как у него появились блинка гоним травы ламида свин лейс то есть действительно ветра готовится но и появляется актарин у ноги и люди чаще больше веселее да который еще хилится убивать теперь еще трудней но нужно тарас в следующем они должны сейчас стягивать на ботами должны стягивать на ботами забежал в спину пытается размять надо речь нажимать да не будет хауль в случае про прогналы с дракона его вытащил но стянули сюда только бэйна остальные остаются на топе не полетели сдая га не боятся ну и не юбе что будет предпринимать предпринимать не надо да еще и слоты блин мне нравится как ведут себя обе команды в обе команды ведут себя как будто они вот точно и четко уверены в своем плане его точно будет так как они сделают так как надо делать его края прям по своему по накатанному я думаю что примерно так все и есть до 13 феникс тем временем я сомневаюсь что 50 сейчас бегает по комнате кричит я не знаю что делать что происходит там все четенько хладнокровно я уверен каждый думает что он переигрывает в данный момент соперника все должно быть нормально да хау 3 500 будет ли он собирать какой-то мкб но что-то надо на дэмэш хотя жить-то тоже хочется там есть дизраптор просил по нему санстрайком попали мкб надо мкб чтобы радианс контрить на сто процентов ну да действительно с миссами ты особо не не разгуляешься в драке это абсолютно понятно ну либо бкб ху это с его вариант конечно из подсайланса уходить там пока нет таганимы у дизраптора поможет ну игра намного спокойнее чем предыдущие да и намного спокойнее чем например целая серия у джи ликвид то есть команда играет размере к спокойненько все у них хорошо опять по топу по топу бежит бежит сейчас может быть даже жучков запустит или не будет не будет просто кучами пробежался вообще нет всех клипов убивает из пачки сейчас тянет ну ты один скорее всего заберут да там нет нечего в ответ сделать команде ньюби 4 500 ухау может дойдет до т3 даже кстати дойдет чтобы пару тычек сделать увидеть тп скорее всего и отбежит но зато тп надо сначала увидеть пока у него не видят теперь увидел смои лаис попал приятно форги да вот время месяц катапульты разминают middle но стычек мы не видели уже давно если посмотреть по графикам то последнее было где-то на двадцать седьмой или двадцать минуте это это лайфстиллер чуаня снизу забирал да самый один фраг и он в принципе не считается ну как считается считается не то чтобы там прям очень важно две пятьсот ньюби по-прежнему ведут тысячу xp они тоже ведут несмотря на то что очень сильно фармит алхимик три героя команды ньюби формат больше сейчас снизу будут убивать как а улетает как а как же сломают конечно яйцо хотя минуту в таверне яйцо кд 100 секунд не такая уж большая разница и блэкинг бар все-таки появляется у ир решил сыграть чуть с и вовей логично и правильно до момента появления аганима у дезераптора так точно ну глимсует тебя ты ну бы когда так что все окей дал химику надо бы аганима тиммейтом покупать сейчас три тысячи есть и кажись 6 слотов дошива такси слот неплохо с учетом того что кирас у них все равно есть замедление так спида там лишний девочку этом асфайте другое дело то что ему остался уже только муншард что дальше делать дальше только гоним ну что т3 будет ли пытаться егэ будет ли они стараться здесь и сейчас делать экшен или нет летает на базу смейл и понимаем что нет ну тому просто его базы потому что следующий экшен мы увидим нарушение вряд ли раньше то есть всегда улетать от своей линии когда ты знаешь что у тебя там возле твоей базы всегда бу или хау будет возле твоей базы это абсолютно понятно да нон-стоп будут там ночевать но и по сути задачи мира тусить возле вражеской базы если что забегать начинать сносить хау дракончиков съедает фарми дальше денежки у него еще слоты есть не еще заменить акрил заменить т.п. купить травела феникс подпушивает ботом уже раз поймали на этот раз будет осторожнее по прежнему у нас с инфес бомбы и с бисмастером рецепт на шиву у феникса по-прежнему сколько уже времени прошло минут 15 как он этот рецепт на шиву купил но не пошло ну теперь но зато у него есть рецепт на шиву рецепт на шиву есть план обозначен на сто процентов клево сюда брать что бульба будет рваться буба балба балба не он-то хочет он-то ищет кого-то он с блинком он с не кроме он с гемом ему все равно на кого врываться можно и на хау хотя хау сбить нечем ванны бкб и уходят на дрор темп лапс и бежать они одессе сгрип сушай и бкб хау очередной раз три от и очередной раз никакой выгоды с этого не выносит ньюби я не понимаю вот типа полностью свободный отчет и бежать что что 35 секунду он давно заспаунился это не только сейчас там не скоро две секунды назад появилась до этого не было ничего то есть он есть фарме не хочу инвокер четыре с половиной тысячи на руках у наги две с половиной тысячи на руках то есть денег у всех уйма по сути вы не деретесь массово зачем рисковать и заходить вообще в вражеский лес тем более когда уже достаточно сплофа не знаете можно линку сбить нага сейчас делает манту а инвокер сейчас доделает что-то какую манту манта у нее уже есть от скади скади извините манта действительно уже давно есть скади потом надо наверное а хотя там потом уже непонятно нужен либо трифляй или не нужен мульшард и дальше не знаю дальше не знаю чтобы собирать рожан нас появился я слышу только птички светлячки дальше надо идти на хайграунд и ломать его ко мне ноги ноги на все того всего что я озвучил будет сейчас потихоньку иллюзиями сплит пуш гоните хайграунд там правда алхимик грейджный травела все еще не собирается покупать никому аганимы шарды нет дракон пошла сеточка пытаются его размотать санстрайк вылеса и падает под санстрайк и можно разойти кстати можно было нажать но главное сейвится главное сейвится чуаню от ауика подкоп рановато он дал у ауи проблема огромная чуань пытается высохнуть на ногу утонул чуань яйцо поставили фир тут точно взорвется поймали также пепеди пепеди тоже убили это минус 3 в размен на му фир едва живой эфир тоже погибает а минус 4 чуань ну и сумаил остается здесь один тэп аут слип от ноги конечно уже разбивает пошла сеточка пошел минус армор жук кушается моё у него конечно очень много за счет шивы но дизолятор грызущий жук рептает что собрался как же дерется так как же дерется сумаил как лев львиный ультимейт ультимейт пошел в ульте хорошо жук слетел жук слетел они его не добивают они его не добивают и надо уходить отсюда нужен дэмэдж хао и больше дэмэджа потому что он видит не пробивает алхимика ну либо наги у драка все равно выиграно 4 в 2 мы видим заработано 1000 голды здесь на ровном не на ровном не на ровном месте просто заработать почти 3000 экспы китайским коллективом ну и 16 уровень у феникса даже 16 уровень у феникса это очень серьезно с андрей в хао хао начинает бить и рошана ой ты знаешь с эрегиста прям очень круто сейчас для а егис это вообще невероятный для хао на самом деле если в один раз за фокусе таким ты чудом там че свинс грибор и так далее нужно второй раз не имея контроля когда он станет уже линка 100 процентов откатиться и бокер еще с одной линкой всем линку пацан приходится моим вид хао так он продал рецепт нашел торнадо приземляется сумаил за счет того что он секторе шкой сделать что-либо трудно постоянном под ультимейтом отправляется иллюзии наги бегут за у и ауи первую сгрыз вторую сгрыз мы ждем ждем будет ли это от егэ или все-таки от кого от кого драка должна быть без разницы главное чтобы нога сирена не заходила в рожпит а просто его рядом чтобы остановитесь что файт все все что надо что у них сейчас 60 секунд на 45 секунд на и когда извиняюсь он пошел смог пошел смог яйцо откатилась уму все имеется заход в рожпит и начинает вымесить ну и как бы не против того чтобы зашли сюда наверное егэ поздно это уже будет падает рошан слип на всякий случай сырая гис ну и все понимает прекрасно здесь хао то что его теперь два раза убить невероятно трудно значит что-то агрессивнее надо сделать пойти какую-то сторону постараться разломать или что такое мкб добрать слить аквилу и купить мкб и все было бы замечательно мисов не было бы дэмэдж вырастает очень сильно он решил собрать бетерфляй эта часть тоже правильно много так спида много атаки армор который здесь немаловажно потому что там кираса дизолятор рейсит спрей все снимает армор и лишним не будет сумаил его сейчас встретят сумаил хекс успевает убьет на чуаня хотя ты знаешь не убил чуаня полетел метеор чуан чуан жив до сыр и проблемы с моего погибли слишком самонадеян он здесь сыграл к и надо идти разводить на байбэк они должны это прекрасно понимать ту же лайки кун до ломиться по мидлу заставить сделать байбэк и отойти но это идеальный вариант вот этого табор миде нужно забирать это опять-таки последний там т2 вышка которая осталась на карте последний т2 вышка среди вообще внешняя вышка у егэ которая имеется и понятное дело что для хау месяц к спи это вообще не проблема фир отбегает что это за слип пытался кого-то фини поймать здесь никого нету проверял можно почему бы и нет имеется 40 секунд когда это вообще ну и надо пить tower быстренько заставлять делать байбэк тут же у тут же отходить на на долю секунды и возвращаться сушки но надо гриф вывезнуть и байбэк нажимать главное нажимать байбэк то есть глиф это такое потому что они вышку все равно добьют и все ставится field нажимаешь байбэк теперь тебе вивера не будет видно бульба прыгнул на кака почему-то а у идет грызь какая его отталкивает подальше ауи просто в сетке огромные проблемы ауи заюзал он сейчас инфе залез куда-то ауи вылезает и взорвался крипа ой ой сумаил без байбэка сумаил живи 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 сумаил главное живи сумаил живет и дерется и хао убивает первый раз фуэй не проблема у нее огромные и вот он еще один слип яйца не будет будут отбегать ребята просто жучков глифс отлично и опять спим но сейчас проснемся и минус фуэй не и теперь ответный развод должен быть мгновенно просто ломиться на хайграунд и разводить на байбэк нагу потому что иначе все будет очень плохо из-за того что алхимик сделал байбэк в следующий раз ломануться и байбэка уже не будет если у один раз забрать это будет гг слишком сильный пуш сейчас у ньюби них этот вивер бешеный ты смотри сколько работали за последние две драки конечно почти на 10 тысяч них преимущества сейчас прыгнула почти догнала нога того же алхимика но по дэмэджу мы видели что ногу сбривают у ноги и здоровья так как-то как бы не особо много не тарасок не вытрепляем ничего такого нет так здесь балба 30 секунд до ноги фротификации если что есть на 25 не разведут не разведут никак по моему быстро падает на самом деле алхим если нажмет ультимейт ну и все равно пока дойдут до хайграунда пока то пока сегодня страшно рисковать то что разводя на байбэк можешь потерять алхимуса до 20 секунд теряешь алхимуса на 100 секунд ребята просто помедлу тебя сносит почему возможно даже в трон кираса готовы ира еще больше мусора морок хотят подраться балба тут пепеди тоже тут ставится сэн 3 вард порвались на кака на ралли ккк есть лип но не помогает ему это ауи врывается к фуэйни проблемы огромные у ноги если нагу сгрызут будут огромные траблы ногой два живая пошел глаз на ага сможет ли выжить есть форсав сумаил до конца за фуэйни фуэйни пытается мансовать пытается мансовать до конца но не получится у него здесь уйти да он умрет скорее всего хотя пуржив сумаила прыгает ауи минус фуэйни но хао в спину бежит и убивает одного убивает второго сумаил надо делать байбэк наги надо делать байбэк возвращаться до файт прилетать на грейджных тревелах и грести фир фир еле живой ставится яйцо вот он байбэк они его разобьют но ауи при этом могут погибнуть беникс садрей сумаил в таверну 105 секунд и можно спокойно и не хватило одного удара чтобы разбить это яйцо шьерт побери ну это жуть была это жуть какая битва какая драка но нога на самом деле очень долго думала по поводу байбэк да или нет там по-моему все ясно было когда хао сделал даблкил и он был фуловый абсолютный продолжал преследовать и убивал еще эфира поэтому сто процентов что по миду минута без алхимика смогут ли но снести сторону точно а дальше скорее всего две стороны успеют забрать я спрашивал у егэ смогут ли ну пока бакдор протекшн работает нет крипов подошли уже крипы бакдор протекшн отключается ну и ломает бараки здесь ребята из люби надо идти в т4 надо идти в т4 и пытаться заставлять егэ драться с с неюби но нет нет я думаю что не получится здесь заставить драться рао оралины ну не то цельному на орали не сможете его убить скорее всего хочу ну боже сколько дэмэджа как он живет долго только сейчас погибает бульба едва живой ауи ауи умер ауи без байбэка санстрайк куда-то на ход фир тоже без байбэков живых только пи пи ди фуэнни тут стоит и рубит и вот они байбэки прилетели сюда торт убегу 27 секунд ничего есть без алхимика можно попытаться актарин появляется у инвокер сразу после байбэка прилетает на тревелах пошел подкоп никуда фира пытается сгрызть после байбэка фир тоже в таверну остался один надо ждать от алхимика 15 секунд сможет алхимик сам одефить как-то подхиливает как а слоу граунда падает третья сторона это будет мега крипы хотя барак на топе еще есть барак на топе есть иллюзия наги его сейчас будет добивать боже тут остались крипы появляется алхимос ну и последняя надежда последний шанс сумаил давай вся америка верит сумаила но по-моему пятерых не осилить вот оно яйцо защитное вот оно торнадо вот оно еп все по таймингу просто взорвется он ничего не сможет сделать 29 подряд победа команды юбе и они выходят верхнюю сетку плей-офф эпицентра омаги втфы какими же свидетелями какого же исторического события мы являемся да 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 юбе просто наконец что тут еще сказать ой победитель квалификации начинают топтать всех на эпицентре опять же пройдя через эти wild card и побеждают и побеждают и блин смотрится это действительно круто смотрится просто вау они показывают очень красивую доту вот реально ошибок каких-то вот знаешь таких ошибок а кто-то ну хао хао иногда но это возможно его задача была создавать экшен на карте чтобы никто вообще не смотрел на ногу она стоит и фармит на фармит 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 да там это опять сработало хотя показалось что как-то сработало это на соплях то есть ну я не увидел что это строта была прям вот вот такая она идеальная вот нереально переиграть команду которая играет такой стратегии но браво ньюби браво и егэ играть завтра за право выхода верхнюю сетку плей-офф а ну что можно сказать осталось только считать на скольки матчах эта серия оборвется и когда и кто ее прервет 20 90 это конечно очень круто что мы комментаторы с вами на сегодня прощаемся и передаем слова студии аналитики безлимитный мобильный интернет единственная хорошая штука которая не заканчивается только бьет а